Доброе утро, святой Божий народ, братья и сестры, Церковь Божия, с вами город Томск, пастор Константин, Томский Христианский Центр. Давайте сейчас обратимся к Священному Писанию. Это послание апостола Петра, 1 Петра, 2 глава. Я буду читать с 11 стиха. Давайте следите вместе со мной. Вторая глава с 11 стиха. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. То есть идет атака какая-то. Мы потом поговорим, что это вкратце. И здесь Петр говорит, надо от этого удаляться, то есть противостать этому. Стих 12. И провождать добродетельную, то есть проводить, жить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховная власть, правителям и тому подобное. Дальше я не буду читать. Апостол Петр здесь призывает Божью Церковь, призывает верующих, просто говоря, грубо говоря даже, смотреть за собой и хранить свою жизнь в чистоте. Смотреть за своими страстями и похотями. И держать себя в узде. Грубо говоря, себя надо дисциплинировать. Он здесь говорит о том, что вы находитесь, проживаете свою жизнь среди развращенного мира. Среди мира полного греха, обмана, корости, того, что разлагается. Мир идет к своему завершению. Петр здесь говорит о том, что вы оставлены как пришельцы и странники. То есть это место вашего временного нахождения. Мы здесь пришельцы и странники. И мы находимся под атакой. Как ни крути, церковь находится под атакой. Иисус об этом сам сказал, но обещал также, что врата ада церковь не одолеют. Но атака будет. Потому что дальше там Петр напишет, что дьявол ходит как ликующий лев, он нечет кого поглотить. Об этом будет и Яков писать, и многие об этом будут говорить. И апостол Петр, извиняюсь, апостол Павел об этом скажет, что сатана является как ангел света. Что есть у него соработники, есть у него лукавые девочки, есть его служители сатаны, которые находятся в церкви, принимают вид ангелов, ангела света. И несут как бы учение какое-то, обращая Божий народ. И вот здесь Петр говорит, ребята, пожалуйста, удаляйтесь от этих похотей, которые восстают посредством нашей плоти, плоти еще немощной, которая обижается, страдает, гневается, завидует, считает чужие победы, считает чужие промахи, ошибки, все записывает, а за собой не смотрит. И здесь Петр говорит, ребята, пожалуйста, вы должны быть этим добрым семенем среди этого разложения, провождать, то есть жить доброй жизнью между язычниками. Потому что когда они будут вас злословить, они должны наткнуться на что-то другое. Они вас злословят, но с нашей стороны они видят добрые дела. И с чего начинает Петр здесь, об этом мы часто говорим, проповедуем, с чего начинается наша простая добродетель, это не накормить бомжей пирожками. Наша добродетель начинается. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Это то, на что сегодня смотрит мир, насколько человек покорен. Это то, что сегодня требует любой представитель власти. И мы сегодня говорим о том, что самое лучшее доброе дело, которое может сделать христианин, это научиться быть послушным, кротким и смиренным. Мужья, будьте покорны Христу. Жены, будьте покорны своим мужьям. Дети, будьте покорны родителям. Равы, будьте покорны своим господам. Господа, будьте нестроги со своими работниками, зная, что и над вами есть Господь. То есть Бог везде всех ставит некую такую иерархическую зависимость друг от друга. Это и есть Божий инструмент сохранения порядка. И поэтому Петр говорит, если они увидят, эти язычники злые, которые пытаются вас сломать, что вы на работе покорны, вы в доме покорны, вы везде делаете доброе дело через покорность, это не значит, что вы такие вот слабые. Для покорности, друзья мои, необходима огромнейшая сила. Еще раз повторю свою мысль. Для того, чтобы быть послушным, покорным и смиренным, нужна огромнейшая сила. Давайте на этом остановимся. Пускай нас Господь благословит во имя Иисуса Христа. Аминь.